Эль Таеба. Всего 12 побед, 8 поражений, 7 побед нокаутом и 1 приёмом, 6 поражений нокаутом и 2 решениями. Никогда приёмами этот парень не проигрывал, он долго разгоняется, но если пристреляется, могут возникнуть серьёзнейшие проблемы у Евгения Микинкина. Это уж точно. Долго запрягает. Ну вот как вспоминается поединок его против Ливана Персаева. Вначале казалось, что особо шансов нет, но затем начал попадать в Кардосу и устроил, в кавычках, очень весёлый вечер Персаеву. Боец в синем углу клетки, ему 37 лет. Рост 1 метр 88 сантиметров, вес 108 килограммов ровно. Из северной столицы России представляет клуб «Самурай» и «Хаджиме». Он мастер спорта по самбо. Его рекорд – 14 побед при 13 поражениях. Евгений Микинкин! Его соперник – боец в красном углу октагона. Ему 33 года, рост 2 метра ровно, вес 118 килограммов. Из Бразилии представляет московский клуб «Гор ММА». Его рекорд – 12 побед. 7 поражений и одна ничья. Тьяго Грут Картоса! Рэпери в октагоне Никита Меркулов. Никита Меркулов приступает к выполнению своих обязанностей в клетке ММА-серии. И начинается единственной в сегодняшней программе поединок в тяжёлой весовой категории. Тьяго Картосу против Евгения Микинкина. Итак, смотрим на 12 сантиметров выше. Тьяго. Кто заберёт центр, кто будет активнее. Начинает прессинговать Микинкин из-за довольно низкой стойки. Здесь ещё один удар по корпусу. Пытается просто снести оппонента. И это на самом деле неплохая тактика. Как раз на заре карьеры были поражения нокаутом у Картоса. Идёт, идёт вперёд. Молотит здесь по защите в том числе. Микинкин. Вынужден перекрываться Картосу. И первую минуту Микинкин проводит очень уверенно. Правда, там мы видели и опасную контратаку от бразильца коленом навстречу. Сейчас он пытается лишить оппонента оперативного простора. Подключает левую руку, подключает левую ногу. Там и левое колено пошло. Смотрим. Много ударов скользь. Но всё-таки находит брешь. В оборонительных редутах. Тяга Картоса. Здесь же Батро Игнасио. Продолжает свою работу в качестве секунданта. Ну что ж, если первую минуту забрал Микинкин, то вторую уже бразилец. В этом клинче он неплох. Начинает постепенно работать план, разработанный тренерами Тиаго Картосу. И мы видим, что он очень мощно отрабатывает из клинча. Не может выбраться Евгений Микинкин из этого положения. Готовит колено. И оно частично заходит. В очередь Микинкин правой рукой всё-таки область селезёнки пробил. Несколько раз. Довольно плотно. Евгению лучше уходить из этой позиции. Здесь явно предпочтительнее выглядит Тиаго Картосу. Он очень грамотно использует своё преимущество в габаритах. И ещё один удар. Да, использует свой рост Тиаго. Не самый высокий темп. И далеко не каждый удар как следует доводит Тиаго Картосу. Ну, в любом случае, последние две минуты он явно активнее Евгения. И уверенно ведёт в этом раунде, перехватив инициативу после яркого дебюта. Ярко-дебютной минуты в исполнении Евгения. Не выпускает из этой борьбы Картосу. Вот только сейчас разрыв дистанции. Чем ответит Евгений на подшаге атака по корпусу и справа, и слева. Неплохо смотрится этот бой. Не забываем, это тяжеловесы от души работают. Ещё один удар по корпусу, колено не зашло. Да, решил зарубиться Евгений. И на средней дистанции он выглядит очень даже неплохо. Выбрасываем многочисленные могучие удары по корпусу и в голову соперника. Но, посмотрите, застревает Микинкин в тайском клинче. И Картосу в этих позициях выглядят очень уверенно. Да, при этом в основном он бьёт по рукам. То есть всё-таки защищается Евгений. Вот даже сейчас, казалось бы, очень опасно, но удар до головы не доходит толком. Много ударов приходится по корпусу, причём и с той, и с другой стороны. А вот здесь хорошо. Три попадания справа. С разных сторон и с фронтальной стойки. В лучших традициях Витера Белфорта отработал сейчас Картосу. Абсолютно безбашенный раунд показывают бойцы из клинча. По-прежнему плотно и качественно работает Картоса. Минута 20 ещё, Микинки на ногах. Начинает постепенно снижаться темп. Ну и можно, наверное, чтобы позволить небольшую передышку. Спортсменам подвымахались оба. Начинается последняя минута. Будет ли правое колено подключать? Здесь тяга. Подсказывают Микинкину, что неплохо было бы пробить левым коленом в голову, но не успевает он последовать этим рекомендациям. Дай колен в голову, левым коленом в голову. Да, всё слышит, но сделать не может. Дай в корпус. Использует предплечье Картоса. Стоит по корпусу. Ну что ж, 30 секунд. Сможет ли Микинкин что-нибудь противопоставить и украсть эту концовку? Хотя украсть раунд будет очень сложно. Хорошо, пошёл вперёд Микинкин. Выбрасывая размашистые удары. Есть кровотечение из носа у российского спортсмена. По корпусу вновь отработал. В ответ одиночный удар в голову на смещении. Удар слева от Картоса. И заканчивается этот раунд, который в целом прошёл на встречных курсах. Да, на встречных, но всё-таки сомнений в победе Картоса нет. В первом раунде. Нам напоминают, что в главном поединке сегодняшнего вечера состоится ирадско-бразильское противостояние Анириза-Сариати против Джуниора Маркеса. Статистика на ваших экранах. 68 на 43. Это вообще по ударам, которые прошли в пользу, естественно, тягу. В пользу Картосу, да. И мы видели при этом примерный паритет по ударам руками. Но очень много было попаданий коленями от Картоса. Там Вальтер Игнасио прям накачивает тягу Картосу перед вторым раундом. Ну, тяга так или иначе является одним из основных спарринг-партнёров Вальтера. Так что он-то точно знает все нюансы. Самочувствие Картоса в том числе. Итак, второй раунд. Первый отрезок был просто великолепным. Сразу же с места в карьер идёт Микинкин. Выцеливает. Микинкин хочет рубиться. Его не устраивает вот эта вязкая история в клинче. Он просто идёт вперёд и выбрасывает удары, как настоящий самурай. Готов погибнуть или убить соперника. Ну, конечно, образно выражаясь, да. Но мы видим, что более прагматично работает Картосу. Микинкин за первые 30 секунд выбросил довольно много ударов. Но сколько он попал из них? Да, это большой вопрос. И, безусловно, всё зафиксировали судьи. И удары, которые пришли из блока, и точные попадания. Просто же встреча начинает идти уже на морально-волевых качествах. Хотя это только начало второго раунда. Пытается быть свежим на ногах Картоса. Просит тренер Евгения после джеба выбрасывать апперкот. Одиночный этот удар вряд ли у него зайдёт. Всё-таки дисциплинированно работает тягу Картосу на дальней дистанции. При этом ничего нового Евгений не делает. Молотит боковыми и справа, и слева. Здесь джеб. На сильнейший удар справа вытянем. Нет сил. Нет сил у Евгения. Посмотрите, руки уже забились. Но были сейчас точные попадания. В разрез левый у него проходит. Особенно если разнообразит он свои комбинации. Например, левый апперкот. Ближний к сопернику рукой периодически проходит оборону тягу Картосу. И залетает в голову. Получается, что джебы нет-нет, но всё-таки достигают цели. А вот силовые справа пока нет. Лоу-кик внутренний. Вот бразильца. Слева зацепил уже Тиаго. И опять колено. Даже сквозь защиту. И посмотрите, не вкладывается ведь в эти удары Тиаго. Да, понимает, что нокутировать, вероятно, не получится. А тратить силы и вкладываться в эти попадания довольно рискованно, потому что может аукнуться потом на более поздних стадиях этого поединка. Тем временем через экватор у нас переваливает второй раунд. И весь бой в целом тоже. Вновь у нас борьба в стойке. И вот здесь несколько ударов в голову перекрывается. Миккинкин несколько секунд, его оборона была пассивной. Выбежал, выбежал всё-таки Евгений. Из объятий двухметрового Тиаго. Подходит Миккинкин к сопернику, фехтует джебом. Право через руку, но очень медленно. Левым коленом отвечает Кордосо. Подходит слоу-киком. Джеб. Ну что ж, опять колени. Да, в клинче лучше работает тяга. Это понятно. Здесь перекрывается Евгений. Вообще, конечно, удара становится гораздо меньше. Это тяжёлая весовая категория. И для данного веса поединок проходит в высоком темпе. Посмотрите на цифры. 33 на 1. Это удары коленями. Естественно, в пользу Кордосо. Мидл-кик по печени от Евгения. Да, может быть, стоит Евгению более активно работать ногами с дальней дистанции. В желании, конечно, ему не откажешь. Но всё-таки уже приспособился к его наскукам Тиаго Кордосо. Хороший сейчас был левый боковой от бразильца. И начинают уже буквально хватать рту в воздух и тягу, и Евгений на скачке. И прошла атака, как и последовавшие за ним правый дистанционный удар. Удар. Правый длинный боковой зайдёт, советует Микинкину. Если он и зашёл, то лишь частично. Хорошо. Периодически попадает. Удары, ну, там, чисто или частично через блок заходят. Конечно, очень много по блоку отрабатывает Евгений. Но такова же его тактика. Брать количество. Набрасывает удары, заставляя соперника перекрываться. И в такие моменты, в такие эпизоды Евгений владеет инициативой. Ну, второй раунд получается гораздо ровнее. Гораздо ближе, чем первый. Да и вообще по ударам 71 на 65 Микинкан впереди. Может быть, вот здесь отыграется тягу. Ударом руками, да. Да, конечно же. А вот по попаданиям коленями, конечно же, односторонняя совершенно ситуация. И в целом, как раз за счёт ударов коленями из клинча. И лидирует в этом поединке прежде всего тягу Кардоса. Да, смею предположить, что второй раунд, хоть и был ближе, но, скорее всего, судьи и эту пятиминутку отдадут Кардосу. Смотрим повторы. В том числе там были и планы с камерой рефери. Сил нет. Это понятно. И кажется, эти парни просто уже не могут друг друга нокаутировать. Так, там необходимо ещё и настил протереть, чтобы не было лишней влаги. И Никита Меркулов готов. Готов просигнализировать начало третьего раунда. Погнали! Заключительная пятиминутка. Сразу же уже по традиции идёт вперёд Евгений Микинкин. На одно колено сейчас так приупал тягу Кардосу. Идёт-идёт вперёд Евгений. Очень по-боксёрски. Неплохо. Хороший темп вначале. По корпусу пробил. И вновь дистанция. Прихватил на несколько секунд ногу Евгения Тиаго Кардосу, но не стал тратить силы на попытку перевода. Да, бразильцу приходится очень тяжело, впрочем, как и россиянину. И всё-таки один раз попал акцентированно. Тиаго сразу же отступил к сетке Микинкин. Начинается у нас вот та самая борьба, тот самый клинч. Здесь он долгим не получился. Ну и, кстати, есть такая тенденция в этом поединке. С каждым следующим разом клинч в исполнении Кардосу всё меньше и меньше по продолжительности. Попадает в Евгений. Да, не сильно, но он доносит удары именно до лица соперника. И он продолжает идти вперёд. Это тоже немаловажный фактор, заставляя оппонента всё больше и больше времени находиться в обороне. Локоть, колено. Выдохнул Тиаго. И вот сейчас такой психологический момент присутствует в поединке. У Евгения получается. И он вот на этом желании, на этом успехе может найти в себе силы для продолжения атак. Оверхенд. Не зашёл. Ещё один. Тоже мимо. Но напор есть. Да, здесь инициативой владеет российский спортсмен однозначно. Да, первые две минуты в третьем раунде забирает Евгений Микинкин. Тяжело вздохнув, очередную комбинацию выбрасывает Кардосу. Но победы в раунде может быть недостаточной Микинкину для итоговой победы. Да, силы в руках уже нет, чтобы оппонента нокрутироваться. Здесь нужен, возможно, не сильный, но очень точный удар. Всё-таки не забываем, что это тяжёлая весовая категория. Здесь практически любое попадание этих богатырей может отправить оппонента в нокаут. Удар, который нужно скрыть, который Кардосу не должен увидеть. Именно этот сейчас требуется от Микинкина. Джеб неплохо от Тиаго. Такую конкретную молодьбу буквально устроил Евгений в этом раунде. Кардоса практически ничего не сделал. Хороший удар правым прямым навстречу от Тиаго. Здесь ещё правый снизу тоже. Да, удар справа и остаётся у нас всего лишь 2 минуты в этом противостоянии. Вот смотрите, 33 на 1 по ударам коленями был во втором раунде. Сейчас 35 на 1. То есть всего лишь 2 раза в этом отрезке пробил подобным образом Кардосу. Оу, хорошо! Зацепил же Микинкин, но сил, наверное, нет. Пошёл! Зарвался! Как там работает секундант Евгений и тренер? Безумно переживает он за своего подопечного. Просто гонит его вперёд, понимает, что это шанс для Евгения. Сейчас всё закончить. По очкам он может уступить. Корпус голова! Кричат Евгению Микинкину. Ну, а Тиаго Кардосу перешёл в такой суперэнергосберегающий режим. Отвечает на одну, может быть, из четырёх только атак соперника. При этом нельзя сказать, что бразилец там на грани поражения. Он просто отдал инициативу и постарается получить минимальный ущерб. Ну, этот раунд, получается, Евгений Микинкин выигрывает абсолютно уверенно. Наверное, даже более уверенно, чем Тиаго Кардоса первый. Но, опять же, каждый раунд оценивается отдельно. 45 секунд. Если у Евгения для того, чтобы всё-таки финишировать оппонента, колено не заходит. Да, если бы в ММА-серии был подсчёт, как, например, One Championship, сплошной, то тогда здесь могли бы возникнуть различные варианты по поводу судейского решения. А так, скорее всего, 2-1 по раундам. Но, опять же, не будем забегать вперёд, дождёмся. Евгений продолжает идти вперёд. На самом деле, Микинкин героический поединок проводит. Он проиграл с огромным отрывом первый раунд. Во втором уже был ближе. И в третьем, мы видим, сейчас продолжает работать. И есть ещё силы. Это заявка на лучший бой вечера однозначно. Да ещё и в тяжёлом весе. Всё, бой завершён. Браво, браво, Тиаго. Браво, Евгений. Спасибо за этот бой. И благодаря друг другу, парни. Посмотрите, 139 на 136 в тяжёлом весе. Это что за холловые здесь? Ничего себе. Кстати, на предыдущем турнире ММА-серии, который был под номером 65, тоже был один-единственный бой тяжеловесов. И он единственный дошёл до судейского решения. Здесь мы видим подобную ситуацию. Но, конечно, содержание совершенно иное. Это очень крутой поединок. Очень зрелищный. До конца парни сражались в стойке. Разбито лицо у Евгения Микинкина. Но в третьем раунде он заставил соперника отступать. Заставил его пятиться. Владел инициативой. Молодец, Евгений. Неважно, поднимут его руку или соперника выйдет с гордо поднятой головой. Этот поединок продлился три полных раунда. Я попрошу вас наградить бойцов аплодисментами. Очень сложный, насыщенный бой, который продлился 15 минут. Победу единогласным решением судей одержал Тиаго Крут Кардоса. Да, Тиаго Кардоса выигрывает в этом поединке 2-1 по раундам. Но Евгению Микинкину пожелаем ни в коем случае не унывать. Можно сейчас, секундочку. Давайте поблагодарим Евгению Микинкину. Это ветеран наш, который еще когда-то сражался на турнире М1 Файтер. Жень, спасибо, ты как всегда удивляешь. Продолжение следует...